МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В оборудовании и торговых прилавках заканчиваются внутренней отделкой помещений. Увеличилась и общая площадь торговых площадей с 10 до 20 тысяч квадратных метров. Кстати, именно за счет такого расширения пока аренда за торговое место на рынке не будет увеличена. А значит, и цены на продукты останутся без изменений. Само наполнение постарались оставить без изменений. То есть тот рынок продовольственный, который существовал, он в своем формате останется тем же самым. Будут представлены все те же группы товаров, которые представлены, только в более официализованном виде. Будут охлажденные поверхности для продажи мясных продуктов, охлажденных. Будут холодильные прилавки для продажи соответствующих видов товара. Абсолютно новое оборудование для фруктовиков, для продажи овощей, для продажи цветов. То есть рынок внешне изменится, станет абсолютно другим и непохожим. На этом переоборудование рынка не закончится. Сразу после сдачи в эксплуатацию первой очереди рынка начнется реконструкция второй, благодаря которой рынок увеличится еще на 22 тысячи квадратных метров. Именно здесь появится и автомобильная парковка на 500 парковочных мест, и система кондиционирования всех помещений. Для удобства покупателей в павильоне установят два экскалатора, закупят тележки, как в супермаркетах. Будет и система видеонаблюдения. Вторая очередь будет себе включать пристрой в трех этажах, плюс цоколь, в котором тоже будут размещаться торговые площади. Мы ведем переговоры с крупными федеральными игроками, которые уже изъявили желание прийти на рынок и открыть здесь какие-то федеральные сети. Это начиная с сетей бытовой техники и заканчивая парфюмерными компаниями, крупными, которые имеют федеральные сети. Отмечу, что на всю реконструкцию центрального рынка Ишкаралы понадобится около 300 миллионов рублей. Все это частные инвестиции. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...